Марийская народная сказка Откуда у кулика длинный клюв? Ворона и кулик жили когда-то на одном болоте. У вороны тогда был длинный клюв, а у кулика короткий. Едва загорится утренняя заря, едва покажется солнце, кулик уже скачет с кочки на кочку. Шарик своим коротким клювом в густой траве копается в мутном болотном иле, ищет еду. А ворона спит допоздна, уж и солнце взойдет, и роса высохнет, и земля нагреется, а ворона только просыпается. Здравствуй, кулик! Здравствуй, ворона! Еду ищешь? Еду ищу. И много нашел? Мало. Ты поглубже хватай, от тебя все жуки на дно попрятались. Сунет кулик клюв в воду. Да глубоко ли заберешься, когда клюв короток? А ворона смеется, заливается. Ха-ха-ха! Эх ты, короткоклювый! Смотри, как надо жуков ловить! Сунет ворона свой длинный клюв в воду. Хвать! И поймала жука. Завидно голодному кулику. Он полдня с кочки на кочку скакал и ничего не поймал. А ворона только успела глаза продрать, и вот уже с обедом. А ворона кулика подразнивает. Кар, кар, кулик, все ищешь? Ищу. Ну ищи, ищи. Ты все ищешь, а я уже сыта. Эх ты, не мог обзавестись хорошим клювом! Обидно кулику слушать вороньи насмешки. И вот однажды решил он украсть у вороны ее длинный клюв. Наступила ночь. Ворона взлетела на березу. Уселась на суку и заснула. Дует ветер, колышет ветки на березе. Ветки шумят, друг с другом играют. Спит ворона, ничего не слышит. А кулик не спит. С дерева на дерево, с ветки на ветку, потихоньку. Подобрался он к спящей вороне. Схватил длинный вороний клюв и улетел. Проснулась ворона, а ее длинного клюва нет. Погналась она за куликом. Летит кулик по лесу, а ворона за ним сейчас догонит. Выбился кулик из сил. Камнем упал вниз и спрятался под кустом. Искала, искала его ворона. Да так и не нашла. Но кулику и с длинным клювом не стало легче жить. Раньше он целый день по болоту без страха рыскал. А теперь не столько еду искал, сколько по сторонам оглядывался. Нет ли где поблизости вороны. Так и живет кулик. Не на дереве, а под кустом. От вороны прячется. Редактор субтитров А.Семкин